Итак, уважаемые господа, это YouTube-канал Большая Шишка Шоу, и я хочу сделать видео про то, как я учился. Вот, не то чтобы это было кому-то особо интересно, но просто так. Для примера, давайте посмотрим тетрадки. Вот за первый, второй и третий класс я учился еще более-менее хорошо. Более-менее хорошо, хотя я терпеть не мог ни детский сад, поскольку я из него убежал, ни ходить в школу, особенно я не уносил домашнюю работу и делал ее даже во втором, в третьем классе со скандалами, с грандиозными, только когда доставляли, иначе не делал вообще. В общем, я от природы джентльмен, не, не джентльмен, ленивый. Вот. Ну, до третьего класса у меня были еще нормальные оценки, хотя тянули у меня даже тогда еще за уши, за уши прям тянули, да, бабушка прям заставляла, короче, делать эту домашнюю работу, я прям это ненавидел, терпеть ее не мог. Вот. Вот тогда-то и начались все скандалы, да, в общем-то, потому что было понятно, что терпеть я не ношу эту учебу, и детский сад не выносил ходить туда по холоду каждый день. То есть там, представляете, идешь в детский сад, там холодно, противно, надо деваться, там манная каша ужасная, вот теперь без шуток, да, я терпеть ее не мог. Вот. Потом полюбил, но сначала терпеть не мог. Ладно, это все фигня, давайте к учебе приступаем, короче, к учебе, да, собственно. Вот. Доучился до третьего класса, и, короче, так получилось, что в жизни, да, что я сломал ногу, блин. Вот. И прогулял, получается, короче, пролежал в больнице половину хода, пока она срослась там, и все такое прочее. В общем, я пропустил половину третьего класса. И скажу вам большой секрет, я так ее и не нагнал никогда. Вот эту половину третьего класса я до сих пор не знаю про эти дроби, ничего, как они там, что они там, вот. Есть и простые, я еще понимаю, вот это вот такая вот, знаете, когда там слэш, левый слэш нарисован, да, вот такой вот левый слэш или правый слэш. Ну, я еще понимаю, вот эти дроби простые, да, типа там, типа там такие, а вот когда вот такая вот палка такая лежит, палка такая перекладина, вот, полка, полка, палка такая перекладина стоит, да, и на ней два разных примера. Вот такую хрень я вообще не понимаю до сих пор, и не думаю, что когда-то понимал. Хотя были такие моменты, я вот смотрю, вот тетради за седьмой класс, за восьмой, я даже что-то там решал по этой геометрии, АБЦ, там всякая фигня по математике этой, алгебре, что-то там разбирался по алгебре даже. Сейчас я, конечно, не вспомню ничего из этого, я не могу даже представить, как это все вот решается. Вот, ну, короче, действительно образование у меня классов, класса четыре, короче, да, потому что четвертого не было, короче, общеобразовательное у меня, я общеобразовательную школу закончил, но получил аттестат за девять. Вот, и нормально, собственно, да, для такого распиздяя это нормально. Короче, дальше, дальше что там. В пятом классе, соответственно, начались, потому что я стал фигово учиться на разногласии с классной руководительницей, появилась дома игровая приставка, Sony PlayStation сразу, не какая-то там донди вонючая, как у киномана, а Sony PlayStation. Вся учеба вся улетела нафиг, вот, начались конкретные прогулы, не из-за приставки сначала, не из-за игр, как некоторые подумали, твой там, эти игры, эти ваши, да, они учебу все сбивают. Нет, не из-за игры, за скандал с классной руководительницей я начал, короче, ее уроки прогуливать, просто ее математика шла последней, я брал, короче, и уходил оттуда просто. Последние уроки надо было на математику идти, и шел в раздевалку, одевался и уходил из школы. Всем было пофиг, всем было тогда на все пофиг, около школы, кстати, у моей, вот, возможно, как-то покажу там, или с Google Maps там, вот, ставлю фото, не было вообще никакого забора, то есть, все вокруг лазили, да, всем было пофиг, да, вот, то есть задняя территория вот этой школы, да, как после Беслана оградили, все огораживать стали, а вот, а до, конечно, было пофиг, до где-то года тысячи пятого, забор просто был формальности такой вот, короче, как в детском саду или в школе вот советской, вот, знаете, такой заборчик, да, короче, его перешагнуть можно целиком, а он еще был поломанный, то есть, соответственно, даже перешагивать не надо, просто так ногу приподнял на 20 сантиметров, перешел. Вот и вся безопасность советская, потому что, вот, доказательство того, что в Советском Союзе на детей было пофигу, потому что еще нарожают, вообще пофигу, да, ну, это, все знают, что в Советском Союзе всем было на все пофигу. Ну, ладно, короче, начались разногласия, начались разногласия с классной руководительницей, и, казалось бы, эти разногласия с классной руководительницей, учительницей по математике еще тогда, они бы до конца школы должны были оставаться, но нет, потому что вылезли другие проблемы, и вот эта часть про разногласия с математичкой, с первой математичкой, да, у меня не запомнилась, вот, короче, у нас труд, труд, было такое разделение раньше, ну, знаете, в Советском Союзе, вот это типа из советских школ, да, вот, было разделение, короче, раньше труда, то есть, для мальчиков надо было, на уроках труда они шли в свой класс, и там строгали какие-то табуретки, скворечники, еще что-то такое, а для девочек, короче, было, был другой предмет, я уже не помню, как он назывался, короче, на уроке труда для девочек, я уже не помню, гадкое какое-то название было, вообще такое отвратительное, короче, мерзкое название, даже, не знаю, рукоделие, что ли, во, рукоделие, короче, вот, мерзкое, такое название, и, короче, поскольку эти мастерские-то, вот эти все, где-то, бредко строгать, пошли по одному месту после Советского Союза-то, вот, вместе со всеми инструментами, всех перевели, и мальчиков, в том числе, на вот это вот гадость, на рукоделие, на это все, я считал, посчитал, что для меня это неуважительно, ходить вместо труда на какое-то вонючее, рукоделие, да, и на уроки просто на это не приходил, они шли, как я помню, в четверг, в четверг с утра, вот, и я, соответственно, не приходил на первые уроки, вот, и все такое, даже, по-моему, я в пятом и шестом классе, пока я учился в той школе, я на это рукоделие не пришел, по-моему, три раза я всего был на уроке вот этого вот рукоделия, да, притом во второй из них, или в третий, меня отвели к директору, сказали, вот, мы тебе сейчас двоек понаставим в четверти, ты это самое, позоришься на всю жизнь, вот, никому не будешь ты нужен, ты дурак, ты останешься, ну, как советская, короче, модель, да, если у тебя что-то нет, то ты дурак, ты останешься на второй год, на третий, вообще, волчий билет, все такое прочее, да, ничего подобного, ничего подобного, за уже знакомые договорились, в общем, нарисовали мне тройки, господа, да, вот, представьте, со всеми этими прогулами, ну, тогда не жесткими, просто некоторых уроков, да, ну, короче, ну, из месяца я прогуливал, сколько там месяца, 20 дней в школу ходят, ну, прогуливал я половину, еще нормально, вот, и так вот прошли пятый и шестой класс, собственно, вот, более-менее относительно, я даже, даже я что-то записывал в дневник, даже какие-то домашние задания, даже чуть-чуть делал, хотя терпеть их не мог. А далее у нас произошло закрытие школы, да, то есть ее отжали по беспределу, короче, рэкет пришел, эту школу отжал, в общем, бывает такое, да, то есть сделал в школе ремонт, и сразу ее перехватили другие там господа, да, захватили, переписали на себя, будто она не школа образовательная, а общеобразовательная, какая там средняя, общеобразовательная, пофигу, короче, переписали на себя, что это их, вот, будет там другая, короче, хрень, какая-то технологический институт, вроде как, вот, или что-то такое, я уже не помню. Вот, вот, были скандалы, конечно, грандиозные по этому поводу, но они сказали, мы ваш, вот, у вас недобор, мы сейчас ваших там учеников распределим по другим школам, вот, и распихали всех по-разному, короче, вот, вот, кто там пыжился, тот перешел там в гимназию какую-то, вот, а кто ничего не уступал, как, и всем пофигу, да, типа на детей, дети тех перешли в седьмую школу, в интернациональный класс, вот, ну, тут начались, конечно, жесткие прогулы, поскольку седьмая школа ушла вперед, вперед, собственно, по школьной программе, да, в отличие от восьмой, она ушла вперед, вот, новая школа, она ушла вперед, и, соответственно, отставание было грандиозное, особенно по английскому языку, по всему, да, то есть, соответственно, учиться стало невозможно, играть приставку вот в нормальную, там, PlayStation 2 у друзей появилось, хотелось еще больше, вот, и куча прогулок пошли по уже конкретно по половине, даже не по половине, по большей части каждого месяца, то есть, ходил я в четверти на уроки, на уроки только по три раза на каждый урок, и то не на все, чтобы они мне были клеточки просто, в которые можно было вписать оценки, чтобы подрисовать их потом. И, короче, это исправно работало до девятого класса, вот я даже вам покажу дневник, в котором написано, что вот он, ваш сын долбоеб, он не ходит, и в нем, в этом дневнике, я даже вот переворачиваю страницы, в нем ничего больше не написано, только то, что вот он не ходит нифига вообще, там, забил все, вот, ничего не делает, полный дурак, ваш сын полный дурак, что-то там такое, да. Вот, ну и все, вот, собственно, даже лень не было его заполнять, я его заполнил, дневник вроде как на две недели или на три всего, потом пофигу вообще было, вообще его не носил, просто приходил, если на какие-то уроки приходил с листком, вырывал с тетради листок, какой нужно было в полосочку или в клеточку, вот, на урок что-то там писал, да, если там что-то диктовали, хотя примеры переписывал, потом просто выкидывал листок нафиг и все. После урока брал, просто нафиг он спускался от листок в унитаз, вот, кто учился так, тому тоже респект. Да, и что? Все это проканывало, да, то есть, может, прогулы там, разные, да, то есть, ну, проблемы регулярно возникали с такой вот методом обучения, то есть, приходить на три урока в месяц, это, конечно, да. Да, проблему вылезли, конечно, впервые с физкультурой, я на нее как-то вообще, я не считал ее предметом, поэтому на нее вообще не ходил, не приходил просто, может было уйти, поскольку это все дело происходит на улице, берешь, уходишь. Вот, я не считал ее предметом, я на нее не ходил, вот, и начались проблемы, они говорят, там надо хотя бы пробежаться, что-то там пофигу, да, типа там прийти, типа экзамен по физкультуре, какой-то маразм. Вот, ну, ладно, пришел один раз, но я посмотрел на этого учителя, посмотрел на это самое, футболирующих одноклассников, да, вот, короче, ушел и все. Что-то ничего, я сказал там, ну, пробегись, сказал, вот, там, это, вот, тут вот стадион, где этот учитель сказал по физкультуре, вот, стадион, вот этот вот, такая вот площадка, короче, пробегись вокруг нее. вокруг школы то есть да вот так вокруг нее вокруг школы еще да там такая территория огороженная как всех школ пуша тоже современная тут уже по современнее время тут уже все огорожено пробегись то есть вокруг да я куча пошел и вижу никто не бежит все просто ходит тоже пошел с ними вот полкруг прошел ушел вот и так короче сдал этот экзамен великий по физкультуре по предмету который вообще не является предметом далее чего дали чего у нас далее возникла проблема в последнем классе в девятом в девятом в последнем будет девятом классе была крупная самая подстава вот представляете один из уроков вел сам директор школы черчения вот если в первые годы в первый год то есть восьмой под конец когда он пришел из другого чертежника это еще так терпимо то есть он терпел а вот под конец он стал уже раздражаться да то есть вот и ничего не делаешь как ты вообще чё это самое ты на моем уроке я директор школы я я крутой на обычный а ты на моем уроке короче даже даже двух раз в этом не в месяц а в полугодии не был в последнем я короче поставлю двойку был вышвы тишина когда я но хорошо повезло да то есть тетя галя там сказала там но вы ему там занесите этому директору 3000 вообще пофигу вот занесли ему и все и короче он сразу подобрел и выдал аттестат вот ну конечно же когда все одноклассники фотографировались я тоже прогулял мне одна это было все равно на этих одноклассников в общем как и всем рекомендую всем забить на одноклассников это такие люди ну их нафиг вот это такие вот кто знает тот поймет не то что они какие то плохие просто они вот ну худшие то есть они вот с вами пока вы в школе на а так они на самом деле худшие люди в общем то хотя ничего меня не это самое ничего такого не было не травли ничего просто всем был на все пофиг а мне пофиг на одноклассников и и им собственно они кучковались по своим микрокомпаниям и я по своим как и все в общем-то в этой вот школе в этом вот классе возможно возможно в классе а там какие-то суперкомпании у них там но там вообще в классе а эти зазнайки у них все по-другому чем у нас в бв классах там всем на все пофиг да в классе а все понтуется что-то там не знаю тогда наверное еще до выхода iphone iphone пантовались вот скорее всего вот так вот я думаю вот 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 так вот то и за взятку получил я аттестат в котором по ошибке написано что у меня среднее образование не мира не окончено полное среднее вот и это респект то есть получается я как отучился как 11 классов от отучившись 9 а в реальности вообще 4 вот вот так вот вот то что проблемы вызвали конечно директор директор конечно понтовал скруче всех но наверное хотел просто денег получить вот чего я думаю теперь да я-то думал что он там вы ебывается он на всех дай директор вот чему стоит там одну оценку нарисовать а как сам просто денег хотел вот такие вот дела господа вот так вот я учился вот никому так не рекомендую учитесь если вы можете вот и не пропускайте а то будет у вас как у меня снежным комом нарастать вот это сначала то что не хочется потом лень догонять вот вот короче потом не выучить нифига вот вот все рассказал вроде никто наверно больше двадцати минут не будет меня слушать так что все тушите свет вот так вот кто может учитесь не прогуливайте респект кто учился как я пишите комменты короче вот вот потому что время было хорошее не было ни игра ничего можно было так учиться и вот про экзамены я забыл сказать что скажу как про экзамены то есть учителя просто дали мне списать просто в нагло давайте поможем ударе мне чего списывать учитель по математике продиктовала в наглую чё писать по английскому сдал экзамен по английскому просто сказав что я понимаю чем тема два слова что это про про то она была тем про день рождения матери я скажу что это не день рождения матери один матери короче чуть ошибся вот двумя словами сдал экзамен по английскому вот так вот по русскому я написал какую-то фигню достаточно большую на две страницы экзамен по русскому был сдан вот а больше у нас экзаменов вроде не было только три вот так вот господа я господа халявчик я думаю вот ни у кого больше так не получилось вот но эта школа она всех обучает всех выпускает и также сейчас один из классов получит все кто-то там завалил правды и г но это тоже наверно как-то решается хотя уже сложнее уже не то время тушите свет